Этот раритетный автобус приехал к нам из столицы Англии. Севастопольцам его представили на главной площади города. Организаторы проекта сообщают, несмотря на солидный возраст, лондонский даблдекер преодолел всю Европу и благополучно прибыл в Белокаменный. Расстояние из Англии до Севастополя транспорт прошёл почти за два месяца. Водитель Алексей Конохов говорит, путешествие было не из лёгких. Сложность самая большая – это 48-й год выпуска этого автобуса. Он всё время ломался, не проходил под мостами. Приходилось выбирать маршрут, спускать колёса. Автобус продемонстрировали жителям города, пустив по главным улицам. Под хиты легендарной группы «Битлз» автобус проехал по центральному кольцу города. Однако, больше таких экскурсий не предвидится. Вскоре его переоборудуют под стрит-кафе. Где будет находиться кафе, точно неизвестно. Организаторы предполагают в месте, доступном для туристов, то есть популярном. В порядке исключения благотворительную акцию провели для детей-сирот. Ребята, конечно, остались довольны. Прогулка их впечатлила. Мне понравилось. Я первый раз на таком езжу. Вижу тоже в первый раз. Впечатляет, потому что под открытым небом сидеть, сверху смотреть. Меня впечатлил этот автобус в первый раз. Весной появится еще один даблдейкер, уже зеленого цвета. Автобусы приобрел севастопольский ресторатор. Организаторы считают, новое стрит-кафе добавит колорита хрестоматийному образу города-героя. Рината Малышева, Деливер Меджитов, программа «Наше время». Рината Малышева, Деливер Меджитов, программа «Наше время». Продолжение следует...